И в продолжение темы нашего материала сегодня гость нашей программы Татьяна Гавриловна Думнова, член Общественной Палаты Республики Бурятия. Татьяна Гавриловна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня состоялся у вас уже второй рейд по общественному контролю за управляющими компаниями. Где сегодня вы были и каков итог этого рейда? Мы сегодня были второй день. Это управляющая компания Дом, которая располагается на Московской, 12. Это группа домов, которые находятся на проспекте 50-летия Октября. В частности, в общественную палату поступила жалоба собственников жилья дома номер 10. Вчера мы запросили документы, которые касались эффективности управления многоквартирным домом. И самое главное, нужно было выяснить с помощью собственников жилья о том, что образовалась практически полумиллионная задолженность всего этого дома. Та информация, которая была представлена собственникам, они не могли вообще понять, в чем сущность этого вопроса. Плюс по качеству того, какие были сделаны работы, то есть в каком состоянии. Но у нас сегодня второй день закончился достаточно нехорошо, так скажем, да? Потому что если в первый день мы пытались и нам дали все документы, то сегодня нас просто не пустили. Не пустили на проверку. Причем мы пришли на эту проверку именно с представителями этого дома. То есть мы как третья сторона. Было объявлено то, что мы нарушили разные условия проведения общественной проверки. Поэтому, конечно, очень возникает много вопросов касаемого... Ну а что, собственно, происходило? Мы должны были получить ответ на те вопросы, которые были поставлены. Значит, есть несколько документов, которые дают право. Это федеральный закон 212 об основах общественного контроля в Российской Федерации. Это документ, который должен есть стандарт раскрытия информации. Он очень полный, и эта информация должна стоять на сайте реформы ЖКХ. И, наконец, это возможность по порядку проведения вот такого общественного жилищного контроля. Это и есть постановление правительства Российской Федерации. Что нам говорят? Вы должны за 30 дней нас предупредить о том, что идет общественный контроль. Какая коллизия? Гражданка обращается в общественную палату. Мы в течение практически 30 дней должны гражданке дать ответ. Ну, срок может быть разный, я имею в виду, но максимально 30 дней. Мы для того, чтобы дать гражданке ответ, мы на каком основании в течение мы запрашиваем 30 дней, плюс мне нужно подготовить ответ, вот что происходит, да? То есть получается какая-то коллизия. Изначально все управляющие компании, вчера были в прямом эфире, в вашей телекомпании, телекомпании «Оригус». Была информация в социальных сетях, общественная палата определена. У нас есть решение Совета общественной палаты о создании этой группы. У нас есть положение о работе этой группы. То есть все необходимые документы, ну, скажем так, бюрократические, они сегодня есть. Для того, чтобы идти и осуществлять этот общественный контроль. И было крайне неприятно в части того, что, а как же вы, которые предоставляете услуги собственникам, вы решили закрыться, вы решили не пустить людей, которые хотят получить ответ. Перед нами сегодня просто закрывали двери. Причем мы вчера договорились о том, что мы приходим в 10 часов, нам нужен бухгалтер, то есть вы нам, пожалуйста, покажите документы, покажите движение. Мы не та группа общественного контроля, которая будет сидеть, как аудитор проверять. Нам важно вот увидеть, что происходит. И тут же собственникам, в принципе, все объяснить. Но, к сожалению, вот эта закрытость управляющей компании, дом, наводит на определенные мысли. А чего? Еще, значит, мы... Есть, видимо, что-то скрывать. Ну, это сейчас, конечно, под сомнение можно поставить, но дело в том, что управляющая компания до сих пор не выставила отчетов своих за 15-й, за 16-й год. Именно раскрытие полной информации. Буквально вчера, когда мы были у этой компании, они выставили этот отчет только на один дом, вот на тот 10-й, и информация, она не полная, не раскрытая. И, конечно, возникает очень много вопросов. Поэтому удивление-то в чем? Ну, а чего хотите скрывать-то? Вы расскажите, все будет понятно. Поэтому, ну, я что хочу сказать, что мы не собираемся на этом ограничиваться. Мы сделаем еще один запрос в части получения тех документов, которые необходимы. А документы касаются это баланса, то есть движения основных средств. И в дальнейшем продолжаем работать с теми компаниями, вернее, с теми гражданами, которые будут обращаться. Но здесь еще вот тоже среди общественников возникла такая идея, если получится, на следующей неделе организовать круглый стол. А именно пригласить управляющие компании, пригласить собственников, людей, которые есть, скажем, вопросы, для того, чтобы понять, чтобы люди могли понять, сейчас начинает работать общественный контроль. И сегодня возможностей очень много. Мы начинаем строить гражданского общества. Спасибо большое, Татьяна Гавриловна, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вашей компании. Мы продолжаем информационную программу. Более подробно о деятельности общественного контроля, общественной палаты Республики Бурятия, Татьяна Гавриловна Думнова, мы поговорим в программе «Актуальная тема». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...